и всем привет мои дорогие подписчики и зрители моего канала с вами как всегда кунька присутся как всегда на моем канале и сегодня с вами хотелось бы поговорить на такую тему почему трайт еще до сих пор жив да потому что чаш сейчас то очень встречаются такие комментарии типа что трейд до сих пор жив как так то вообще я думаю трейд давно уже сдох там 2012 году на самом деле народ все очень просто мы трейдем скины с вами да думаете люди которые пришли на этот видеоролик трейдем скины как у нас вообще можно получить скины допустим да в той же к из гол это первый вариант у нас выбить из кейса но мы все с вами я думаю прекрасно знаем то что выбить из кейса порой проще пойти и купить на торговой площадке либо на другой какой-нибудь платформе да типа чем пытаться выбить ножик или еще какой там тайной допустим и так далее тому подобное второй вариант это у нас как раз продать допустим свои предметы купить их на торговой площадке но при этом мы будем платить хороший процент за продажу хороший процент за покупку короче мы будем платить хреновую тучу всего процентов так далее и тому подобное да тоже вариант ну не особо такой хороший на потом нам приходит на помощь допустим всякие сторонние площадки ну как я уже верю до купить где тоже можно но там тоже есть процент плюс на некоторых площадках есть процент за пополнение на процент допустим есть мы там продаем что процент на вывод процент на то процент на все на плюс ко всему когда мы продаем допустим пример да то есть человек нам продает предмет он также платит процент то есть там условно он получит с 3000 не 3000 до за которым он продал а получится свои 2 900 допустим до 100 рублей сожрет у него платформа не будет будет торговая площадка либо еще какая-нибудь другая соответственно что это тоже не особо хороший вариант и потом нам на помощь приходят сайты различные лут фарма кс-мани трейджи и тогда и тому подобное но эти сайты понимаете они кормят не только создателя сайта да также администрацию техподдержку админов всяких которые следят за функционалом сайта и так далее и тому подобное то есть получается этот процент который не забирают они делят между собой там еще и так далее понятно может владеть берет больше самого сам большой кусок с этого процента но все равно это процент делится и получается что если мы будем продавать на дорогой площадке покупать заново скин мы будем терять я беру эти цифры из головы что было проще визуализировать допустим 20 процентов мы теряем если мы приходим на какой-то сайт я лично но так скажу человек который шарит за все это и когда ты смотришь понятно что дать через таблицы можно все-таки иметь свой плюс но есть ты играешь не через но трешся не через таблицы а сам смотришь вручную все ну там хорошо могут сайты выводить от семи и до бесконечности там процент допустим они дают тебе какую-то вообще не ликвидную фигню наподобие немного поношенных вон допустим черная жемчужина да у них там продажа 1-2 штуки и не беру такой увер прайс за нее что просмотришь думаешь блин да кто вас за такую цену вообще возьмет да мне кажется выбить его будет это дешевле нежели у вас забрать этот скин но не суть короче мы имеем того допустим 10 процентов да это обмениваться если по сайтам вот опять же почему такой большой процент потому что это все делится то есть на торговой площадке на сайте на кайс мани на любом сайте имеется немаленький процент потому что это все потом делится и получать не один человек вот и потом уже идут допустим трейдеры они имеют меньше ассортиментов ну не все конечно некоторые имеют такой же ассортимент как на кайс мани но все же есть такие трейдеры до которые имеют меньше и при этом просят меньше процент потому что этот весь процент они забирают себе плюс ко всему надо понижать процент чтобы с тобой было меняться человеку выгони нежели допустим с каким-то другим сайтом вот мы имеем то что трейдеры до который трейдится кино и так далее да не зарабатывают на этом но не зарабатывают и при этом вы меньше теряете то есть если пойти там на к Beijing вы потеряете 10 процентов ведь будете сами покупать на такой площадке вы потеряете пускай 15 не 20 15 процент и допустим если вы придёте кредеру не все опять же трейдера вы можете потерять допустим там всего лишь 5 процентов дай ну я говорю лично себя я работаю допустим на пяти процентов на себе в И да, опять же, если затрагивать трейдеров, есть такие трейдеры, которые просят себе и 10, и 15, и 20%, я это прекрасно понимаю. Есть такие клоуны, опять же, есть такие клоуны-трейдеры, конченые трейдеры, которые пытаются обмануть неопытных трейдеров, да, как был пост в моей группе «Я худею с ваших трейдов». Я выкладывал пост подписчиков, где он говорил, что, точнее, ну, скидывал все пруфы, что трейдер с довольно-таки крупным инвентарем пытался его поиметь и дать ему за катавист 2014-е на скопе, не тертую, 200 рублей. 200 рублей он считал переплату, и, как он утверждал, по бафу он дает ему 6% от наклейки. 200 рублей, 6% от наклейки. Катавист 2014-е, Fnatic, по-моему. Или Fnatic, или это, Metallic, забыл, какая-то. Ну, такая недорогая наклейка, но все равно 6% там выходит гораздо больше. 200 юаней, как минимум, а не, ну, ладно, не как минимум, но 200 юаней и 200 рублей – это разные все-таки цифры, да, различие у них в 10, почти в 11 раз. Вот, так что вот так это все работает, народ, то есть человек имеет инвентарь, и за счет того, что он работает на себя, у него меньше процентов. Ну, так и везде, мне кажется, работает, да, типа, когда человек работает на себя, он берет меньше, потому что он не должен выплатить еще зарплату сотрудникам и так далее, и тому подобное. Опять же, за крупных трейдеров, за счет того, что у них огромные инвентарии, плюс ко всему, я видел такие моменты, то, что эти люди, так, я не знаю, нанимают, есть ли у них боты, либо они нанимают каких-то школьников, которые берут и спамят их предложениями-обменами, допустим, в обсуждении Steam, в группах по трейду Steam и так далее, и тому подобное. То есть я такое видел, я такое встречал. Также видел то, что люди, не знаю, как это сделали, но, допустим, на сайте трейд, не помню, как называется, короче, трейд CSGO скинов, тоже есть такие аккаунты, у которых много ножей и так далее, ты переходишь к нему, ну, в профиль Steam, допустим, а у него ничего нету, а на объявлении у него там куча ножей и так далее, а в профиле указана трейд-ссылка как раз на другого человека, чьи видите скины. Не знаю, как это люди делали, либо перегоняли на время, делали объявление, угоняли обратно, потому что, когда вас прогадают предметы, у вас не попадает там объявление. Честно, не знаю, как это работает, не буду утверждать. Вот, суть была вообще в чём видоса, да, в том, что, в чём трейдинг жив. Потому что есть плееры, которые нужны эти скины. Если спроса будет всё меньше и меньше, поверьте, народ, закроется и кайсмани, и лутфарм, и так далее, и тому подобное. Пока спрос есть, пока приходят новые люди, да, опять же, с чем связано, по моему мнению, рост цен, да, на ножи, на всё остальное. Потому что приходят новые люди, приходят всё больше новых людей, а ножи так быстро не формятся, как приходят новые люди. Допустим, в день можешь прийти... Извиняюсь, что прервал просмотр видосика, но хотелось бы каждого из вас лично пригласить в свою группу по трейду. Здесь абсолютно каждый свободно может выложить своё объявление на трейд. Здесь уже куча всяких трейдеров, хорошенький актив, поэтому трейдер здесь может выложить спокойное объявление. Ну а плеер может среди этих разнообразий объявлений выбрать нужный ему трейд, нужные скинчики и обменяться по более выгодному проценту, нежели мы будем обмениваться, да, сравнивать с кайсмани, трейдGG и другими сайтами. Также рекомендую подписаться на мою любимую группу. Группа называется Я худею с ваших трейдов. В чём суть этой группы? Здесь абсолютно каждый может поделиться трейдами, которые отправляют им различные клоуны в огромные минуса и так далее, и тому подобное. Поэтому группа реально классная. Люди жалуются, что им не приходят оповещения на ютубе, что вот пропустил видеоролик, пропустил стрим. Народно, на этот случай есть мой дискорд сервер. Здесь как только выходит видос, вам сразу придёт оповещение. Как только я запускаю стрим, сразу приходят оповещения. На мой дискорд, на мои группы все ссылочки будут в описании. Ну, опять же так, цифры из головы, грубо говоря, тысяча новых плееров. А за это время, за один день можешь выйти всего лишь выбить один ножик или там несколько ножей. Но явно не тысячу ножей, да, плюс это, надо понимать, что керамбиты, бабочки и так далее. Это один из видов ножей. Плюс ко всему раскраска у нас, да, плюс ко всему качество, пять качеств. Плюс ещё и стэшное может быть, да, то есть в связи с этим растёт спрос. Рынок-то так быстро не успевает увеличиваться, поэтому растёт цена. Потому что всё, что было подешевле, уже скупили. Остаются более высокие цены. Понятно, что цены имеют сходство падать, как сейчас, допустим, на бафе. Но это уже так тоже люди начали продавать, продавать, продавать. Цены начали потихоньку падать, скоро опять вернутся в своё русло. О, так что, народу, так это всё работает. Это трейдер жив, только пока есть спрос на эти скины, которые он трейдит. Допустим, раньше был хороший трейд в доте, и люди нормально поднимали. Сейчас, я насколько знаю, в доте особо трейд-то не жив, скорее он мёрзг, чем жив. Да, опять же, это имморталки и так далее, и тому подобные предметы, которые в своё время пошатнули всё это в мире трейдинга. Это было давно, давно об этом разговаривал с человеком, поэтому сейчас утверждать не буду. Ну, вот так, короче, народ. За счёт того, что много плееров приходит, растут цены, и опять же, растёт спрос. Растёт спрос, растут цены, соответственно, и трейдинг будет жив, потому что затрейдиться с трейдером, это всё равно, как по мне, ну, с нормальным трейдером, это будет выгоннее всего, нежели выбирать любой другой способ. Понятно, кто-то может мне притянуть сказать за баф. Народ, за баф надо шарить, на бафе надо как-то заиметь баланс. Это всё надо знать. Либо, да, регаться, передавать, продавать вещи на бафе, потом снова покупать. И опять же, можно неудачно купить, можно неудачно продать. Это я за себя говорю, я с этим встречался, да, то есть неоднократно то, что купил по одной цене, цена через 2-3 дня упала, охренеть как, либо продал, потом цена взлетела, охренеть как. Поэтому купил, продал, это да, конечно же, есть такой способ, но порой можно с ним влететь больше, чем ты обменяешься с трейдером на 5%. Потому что, допустим, это может произойти в обратную сторону, ты дал трейдеру в плюс 5%, завтра уже ты его поимел на 5%. Народ, я сейчас не шучу, такой момент реально может быть. Вот, так же может и на бафе быть. Так что, про баф не надо писать в комментариях, я про него, конечно же, в курсе. Но мы говорим именно о трейде. А купил, продал, это немножечко другое. И опять же говорю, про баф, это надо знать, это надо регаться, продавать скины, либо покупать юани. А с учёт того, что скаминг процветает, к сожалению, в интернете, человек могут легко заскамить. Вот, вот такой вот видеоролик, я надеюсь, наконец-таки ответил на ваш вопрос главный, почему же трейдинг жив, почему кунька по-прежнему может трейдиться, да, то есть я показываю хороший результат своего инвентаря, который растёт, почему это всё происходит, я надеюсь, ответил уже на этот вопрос, и больше он вас мучить не будет, почему же всё-таки всё это растёт. Потому что есть плееры, которые готовы за это заплатить. Ну а на этом у меня сегодня всё, спасибо большое за ваши просмотры, лайки, комментарии, народ, они очень сильно мотивируют меня делать дальше видосы, за это вам огромное спасибо. Все ссылочки, которые вас заинтересуют, будут в описании. Ну а с вами был Кайфси Дакмин, я желаю всем позже подружек, адекватных тематиков и дорогого шмота. Всем удачи, народ.